Ты используешь облака для хранения данных, нравится тебе Google Drive или нравится ли тебе Яндекс.Диск и так далее, и так далее. Кто-то спрашивал о том, а помнишь, у тебя лет 6 назад были видео про твою серверную, что у тебя сейчас с серверной, где она сейчас, на эти вопросы я тоже отвечал. Но сейчас, наверное, есть в принципе повод сказать по поводу того, скажем так, объединить оба этих вопроса и сказать про них то, что да, все свои данные я, естественно, храню не в облаках, храню их на своих собственных площадках, площадях, я бы даже сказал, и в своих собственных серверах, используя большие рейд-массивы. Я считаю, что это, во-первых, все-таки более надежно, чем какие-то заграничные серверы, к которым даже нет физического доступа, но, с другой стороны, тут со мной легко поспорить, даже мне самому, на тему того, что все-таки тут я как-то сам отвечаю за безопасность, а мне вообще ничего доверять нельзя, а там все-таки есть и репликации, и какие-то гарантированные бэкапы и так далее. Ну, по крайней мере, на словах это так. Хотя, на практике я уже встречался с ситуацией, когда техподдержка крупного хостера, забугорного европейского, говорит просто, ну, извините, что-то бэкап не получилось развернуть, так что, ну, ваши данные потеряны, давайте заново переустановить вам операционную систему, нажмите, да, если согласны. Это, конечно, сильно расстраивает, но, да, так бывает. Так что я в этой непоколебимой надежности забугорных хостеров давным-давно не уверен, и вообще-то, наверное, не был уверен никогда. Поэтому все храню на своих собственных площадях, но тут есть очередное ограничение, очередной минус, потому что площади эти ограничены сами по себе. И в большой-большой сервер, какой бы он большой-большой не был, много, слишком много накопителей все равно не воткнешь. И всегда есть некий предел, до которого можно дорасти. Если менять диски на диски большим объемом, то это, во-первых, безумно дорого каждый раз, во-вторых, от старого рейда, получается, остается достаточно большое количество, даже по меркам на момент замены, достаточно объемных дисков, и делать с ними особо нечего, на вторичном рынке винчестеры не ценятся, кому нужны винты, которые открутили три года без перерыва круглосуточно в каком-то сервере. Ну и в результате, получается, мертвым грузом лежит огромный рейд, который остается только выбросить, либо его просто накапливать где-то в углу, абсолютно бестолку, он будет просто занимать место. Короче, это проблема. Плюс есть минусы ZFS, которые я использую в качестве рейд-контроллера и файловой системы на своих серверах хранения. Там нельзя просто взять и в рейд добавить еще один диск. В Linux'е так можно, в MD-рейд, но там своих минусов до черта. Поэтому MD-рейд ни в коем случае для меня не вариант для меня, но, может быть, для кого-то безусловный вариант. И тут получается так, что если я даже просто к 5-двухтерабайтным дискам хочу добавить 6-двухтерабайтный диск, сначала мне все данные с этого рейда надо куда-то перенести, потом все обнулить, потом создать новый рейд на один диск больше, и потом данные вернуть на место. Что с каждым следующим увеличением становится все труднее делать, потому что, чтобы увеличить этот без того огромный рейд, надо найти еще один такой же рейд, чтобы вообще эту операцию провернуть. И это большая проблема. С другой стороны, конечно, ZFS размножается рейдами, потому что оперирует пулами. Но суть в том, что вы можете взять несколько групп винчестеров и объединить их в один пул, и это будет видно как один диск, и все будет удобно и легко использовать. Но физически место внутри корпуса сервера ограничено. Любого сервера. А уж особенно тех серверов, которые рассчитаны на установки в стойки, которые маленькие, которые могут занимать немного места. Да и в конечном счете у многих людей, которые тоже хотели бы хранить данные у себя, тоже есть какие-то домашние серверы, которые вообще из себя представляют какой-нибудь маленький-маленький компьютер, в котором в лучшем случае поместится один сидюк. И все. То есть 10 винчестеров туда не вставишь. И поэтому как файло-хранилище он ничего не стоит. А нормальные маленькие домашние файло-хранилища фирменные, типа кунапов, стоят запредельно дорого. Зачем, казалось бы, покупать за 20 тысяч маленький NAS на 4 винта, если проще просто купить 4 винта и поставить их в обычный сервер? В NAS тоже придется добавить 4 винта, потому что NAS винтов из магазина не содержит. И если вы можете собрать сервер за 5 тысяч, то зачем вам покупать отдельное хранилище за 20, если этот сервер за 5 тысяч с установленным на него Linux или FreeBSD может все то же самое? Это абсолютно справедливый вопрос. Так как же быть, если у вас есть только гнездо под сидером и винчестерами и так уже забит весь сервер? Выход есть. Есть вот такая замечательная штука, про которую я даже не догадывался, что она существует. Но она вот она, и она все меняет вообще просто. Из любого бытового компа можно сделать сервер с огромным рейдом на кучу-кучу винтов. Надо памятник поставить человеку, который придумал такое простое и изящное решение. Коробочка, конечно, подбитая, но это не страшно. Заказываем вот такую фиговину. Она обошлась мне что-то тысяч в 5 рублей. Это, конечно, не то, что очень мало, но это вполне переносимо. И внутри там лежит вот такой вот блок. Ну это же гениально. То есть мы получаем девайс размером 5,25 дюйма, который вставляется вместо любого сидерома в обычный сидеромовый отсек. И вместо сидерома мы получаем рек на 6,25 дюймовых винтов. И таким образом мы можем установить в абсолютно любой системный блок рейд из больших, в смысле объема, винтов. Установить туда 6, скажем, 2 терабайтных сегейтов. И получить огромный рейд. Конечно, такие винты будут стоить еще какую-то большую кучу денег, но они стоят столько же, сколько их большие братья. То есть если покупать 3,5 дюймовые винты, стоить они будут точно так же. И вопрос-то не в этом. Так и так придется покупать большие винты, чтобы увеличивать рейд. Но в данном случае эти 2 терабайтные сегейты, они просто маленькие. И бояться этого, кстати, совершенно не стоит. Они монтируются вот в эти рэки. И эти рэки вставляются обратно в эту штуку. У этой штуки сзади стоит вентилятор, который дополнительно позволяет охлаждать все, что касается тепловыделения винчестеров. И опять же, если в вашем корпусе не предусмотрено нормальное охлаждение, нормальное движение воздушных потоков, это не беда, этот вентилятор справится. Он, конечно, наверняка довольно громкий, но это того стоит. Потому что самое главное, чтобы ничего у вас не перегревалось. Хотя Google уже не раз доказывал, что нет корреляции между температурой винтов и выходом их из строя. Сам девайс, ну, достаточно простой. У него просто 6 SATA портов, которые вы просто подключаете к какому-нибудь SATA контроллеру, или если у вас достаточно портов на материнской плате, подключаете туда. И питается все это всего лишь от 2 моликсов. То есть, таким образом, можно сэкономить очень хорошо на проводке внутри корпуса. Вам не придется делать 6 SATA питания, и вам вполне достаточно 2 обычных моликса. И это тоже очень-очень здорово. Слово сказать, к этой штуке прилагается все необходимое. Тут есть все 6 SATA кабелей, так что судорожно искать кабельки, покупать их отдельно тоже не придется. Это, судя по всему, какие-то ключики, что ли, от этих беев, потому что здесь каждый винт вроде как можно залочить. Нарисованы замки, то есть, в принципе, можно даже закрыть, чтобы кто попало не открутил. В общем, блин, это просто все меняющий девайс. Если взять самый-самый маленький системный блок, у кого-то, у которого всего лишь один 5,5-дюймовый порт, и это может быть системник, который, допустим, двухъюнитовый, монтируется в серверный рэк, и все, и в такой корпус, в лучшем случае, без этой штуки войдет два больших винта, и может быть два маленьких, а с этой штукой войдет 6. И есть точно такой же девайс, который позволяет вставить 4 винта в бей для 3,5-дюймового дисковода. Так что, если у вас свободен только дисковод, вставляйте вместо него. Это гениально! Я совершенно восхищен, и очень надеюсь, что эта штука работает нормально. Единственное, что это, по-моему, довольно странно, что в комплект входит всего 4 болтика, то есть их хватит, чтобы закрепить только один жесткий диск на этой штуке. Остальные болтики придется докупать, но это абсолютно стандартные плоские болтики для крепления винтов таких маленьких в такой рэк, или еще в какому корпусу. Поэтому штука нередкая, ее, в принципе, можно найти, скорее всего, даже в обычном компьютерном магазине. Ну, наверное, не в каждом, но все-таки можно. Если кого-то заинтересовало, что вот это такое, это, собственно, световод. Он от заднего вот этого вот борда, от бэкплейна, приводит свет, показывающий активность работы жесткого диска, на переднюю панель вот сюда, и таким образом, вот через эту щель, можно увидеть активность обращения к винту. Таким образом, каждый жесткий диск, даже если у вас один контроллер, будет отдельно показывать свою активность, и можно будет видеть, какая нагрузка на какой жесткий диск происходит. Ну так, в условном, конечно, формате, но, тем не менее, можно. И обычно это фича очень дорогих серверных корзин, но эта корзина дешевая, простая, подходит в любой комп, и, не знаю, я в восхищении. Так что...